Десятки будущих инженеров, программистов и врачей схлестнулись в профессиональном соревновании с модным сегодня названием «Хакатон». Сама по себе это слово означает форум разработчиков любого толка, во время которого специалисты из самых разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы. Сам по себе «Хакатон» представляет это пятидневный такой интенсив, когда ребята будут в формате 24 на 5, 24 часа, 5 дней в неделю, они будут тут жить, у нас даже спальные мешки для них приготовлены. То есть кто захочет, конечно, никого насильно закрывать не будем. Нынешний «Хакатон» биоинженерный и называется соответствующее – «Нейростарт». Форум такого формата проходит в Приморской столице впервые, и людям, далеким от науки, непросто сходу понять, чем же он отличается от прочих. Здесь ребята, студенты, школьники разрабатывают технические решения, основанные на регистрации сигналов, как правило нейросигналов, и прорабатывают проекты, чтобы затем вывезти те или иные продукты на рынок. Получается, что в течение пяти дней именно столько длится «Хакатон». Ребята разработают прототип устройств, взаимодействующий с нервной системой человека. А помогать им будет весь производственный комплекс Дальневосточного федерального университета, который и стал площадкой для мероприятия. Антураж в помещении, где соревнуются команды по «Хакатону» довольно интересный. Здесь есть и протез ноги, и фрагмент человеческой стопы, распечатанный на 3D-принтере. Воспользоваться плодами технического прогресса может каждый участник. Съемочная группа «Восьмого канала» застала самое начало «Хакатона Нейростарт». Команды разминают мозги, готовятся, а кураторы и эксперты их консультируют. Для особо сложных проектов здесь имеется и отдельный производственный комплекс со станками различной степени продвинутости. На моей спиной космические звуки издает специальный станок, который вырезает деталь, аналогичную тому протезу, который мы видели в прошлом помещении. Конкретно сейчас мы можем увидеть эту деталь на мониторе. Вот здесь. Кроме устройств, участники вольны разрабатывать специализированный софт. Это могут быть программы и приложения для реабилитации, проведения операций и других применений в медицине. Собственно, мы занимаемся реализацией программного средства, которое будет выступать некоторым посредником между пациентом, болезнью Паркинсона и врачом. Проектные команды будут работать до 19 мая. В заключительный день участники представят прототипы своих протезов, нейростимуляторов, экзоскелетов и медицинских программ и приложений. Ну а дополнят биоинженерный марафон открытые лекции от ведущих специалистов крупных технологических компаний. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.